Не важно, давно ли ты увлекаешься бегом или, быть может, ты просто подумываешь выйти на свою первую пробежку, тебе будет интересно узнать о локальных западных марках беговой экипировки, о которых ты, скорее всего, никогда не слышал. Подобные бренды, как правило, создаются фанатами бега, и помимо того, что они отвечают всем современным требованиям к спортивной экипировке, бренды, о которых мы вам сегодня расскажем, крайне стильные и необычные. И если вы частенько залипаете в инстаграмах западных бегунов, вы 100% могли видеть на них экипировку, о которой пойдет речь в этом видео. Сегодня вы узнаете 5 локальных суперстильных беговых брендов. Мы расскажем историю возникновения каждого, покажем, на что стоит обратить внимание и дадим информацию о том, как их можно заказать. Мы попробовали дофамин, серотонин и эндорфин, Т4-онжетероксин и БДНФ. Мы попробовали бег. Попробуй бег вместе с Дэмикс. Именно такой слоган этой весной у бренда Дэмикс. И с 15 апреля бренд запускает масштабную рекламную кампанию, посвященную бегу, и призывает людей попробовать бег и зарядиться позитивными эмоциями от него. Бренд показывает ту сторону бега, благодаря которой каждый год все больше и больше людей выходят на пробежки. А технологичный продукт бренда Дэмикс создан специально для того, чтобы каждый человек мог получить удовольствие от бега. Итак, первый номер в нашем списке – Ифли Роуд. Основатели бренда Ифли Роуд – муж и жена, увлеченные бегуны-любители, которые фактически познакомили через бег, садясь на том, что в мире с эстетической точки зрения производится очень мало красивой одежды, предназначенной для бега. В 2012 году, в год, когда в Лондоне проходили Олимпийские игры, пара уволилась с офисной работы и основали Ифли Роуд. Им хотелось создать что-то совершенно новое – спортивную одежду, которая выглядела бы стильно и прекрасно, но без ущерба для технических характеристик. Ифли Роуд – это название Оксфордской трассы, по которой Роджер Беннистер впервые в истории разменял 4 минуты в забеге на милю. Четырехминутная миля долгое время считалась святым Граалем в беге на средней дистанции. Многие считали, что человеческое тело физически не способно преодолевать милю быстрее 4 минут, но шумным майским вечером 1954 года Роджер Беннистер поставил рекорд за 3.59 на трассе Ифли Роуд, переписав историю спорта. «Мы бежим не только потому, что думаем, что это приносит нам пользу, но и потому, что это помогает нам делать другие дела лучше». Невероятная цитата Роджера Беннистера. Жизнь и великий рекорд Роджера до сегодняшних дней вдохновляет и мотивирует создателей бренда Ифли Роуд. Чистый минималистичный дизайн, цитирующий стиль бегунов середины прошлого века. Фирменные горизонтальные полоски – это основа стиля Ифли Роуд. По духу и внешнему виду Ифли Роуд – это мини-аналог американского Трэк Смит. Ифли Роуд – это три цветных полоски зеленого, оранжевого и фиолетового цвета, как отсылка к фирменным цветам ААА. Организация любителей бега из начала 50-х годов. Владельцы бренда сильно заморачиваются по теме качества тканей и их технологичности. Производство тканей для всех без исключения моделей Ифли Роуд базируется в Европе, преимущественно в Португалии и Англии, что неминуемо отражается на конечной стоимости товаров. Очень крутой бренд с ДНК бега на борту, чуть ли не дотягивающий по количеству наименований моделей и качеству лайфстайл маркетингового материала до Трэк Смит, но точно абсолютно нишевая, эстетически прекрасная, но при этом технологичная одежда, в которую вы могли бы выделиться среди других бегунов-любителей. Правда, после выхода этого ролика ситуация может стать не такой однозначной. Ифли Роуд доставляют в Россию с официального сайта, также Ифли Роуд можно купить на Мистер Портер и Фарфетч. Второй номер в нашем списке – District Vision. Два человека – основатели бренда Мэкс Велот и Том Телли, один фанат бега, второй фанат йоги, оба с опытом работы в фэшн-индустрии объединили свои усилия для создания бренда для спортсменов, ориентированных на стиль. Это можно было ожидать, так как до того, как начать работать в District Vision, у обоих была карьера в модном маркетинге. Том работал в Акне Студио с Велот Сен-Лорент. Кроме того, они оба были в восторге от японских очков и чувствовали, что рынку не хватает стиля, нет продуктов, которые они хотели бы носить. «Казалось, что ни один другой бегун не был взволнован никакими спортивными очками», – говорит Велот. «Мы чувствовали, что спортивным очкам не помешала бы любовь». Вот такие они утонченные Мэкс и Том. Особенности бренда Единственный уникальный в своем роде спортивный бренд, который начал свой путь со спортивных очков. Для своих первых очков они использовали несколько ключевых особенностей. Регулируемую гипоаллергенную носовую подушку, титановые виски, масло и водоупорные линзы. Они применили их к формам классических очков авиаторов 70-х годов и форме очков овалов-альпинистов-рейверов. Получилось действительно круто. Бренд разработал Airwear-сетку – специальная ткань, которая выглядит целостно, но если ее потянуть в разные стороны, окажется, что она состоит из тысячи маленьких отверстий для идеальной вентиляции во время бега. Выглядит очень необычно. Бренд, который невозможно купить в обычном магазине спортивной одежды, бренд, который продается в хай-фэшн-сторах типа Dover Street Market и Essence. Абсолютно уникальный в своем подчеркнутом минималистичном стиле беговой бренд с корнями из модного маркетинга, подкупающий своими уникальным предложениями по части беговой оптики, что по сути своей невозможно найти у других брендов. Доставку можно осуществить с официального сайта, работает доставка в Россию примерно 7-10 дней, коллекции бренда доступны на Mr. Porter и Farfetch, которые тоже доставляют в Россию. Номер 3 в нашем списке – Running Is Dead. Running Is Dead начал свой путь в Стокгольме, Швеция в 2017 году. Основатели поняли, что большинство традиционных брендов пришли из легкой атлетики, а им хотелось использовать другой подход – создавать одежду не для того, чтобы соревноваться или преследовать мировые рекорды. Running Is Dead уходит корнями в экшн-спорт, музыку и различные субкультуры, в которые были погружены основатели бренда. Скейтбординг и сноуборд повлияли на становление бренда больше, чем интервальные тренировки и спортивные состязания на аренах. В ДНК бренда Heavy Metal и Электроника, смешанные с визуальными впечатлениями от минималистичной, сдержанной скандинавской модной сцены. Все, кто носит Running Is Dead, не обязательно стремятся к победе или стартовым номерам. Это люди, которые скорее ищут то, что существует за пределами своих собственных ограничений. Running Is Dead – это бегуны во всем мире во всех смыслах. Проще говоря, бег, каким он был раньше, мертв. Ребята создают уникальный стиль и атмосферу с подчеркнутым скандинавским наследием. Жесткий минимализм, любовь к деталям, универсальность. Хочешь – иди стильно побегай, хочешь – иди стильно в офис на работу. Не забудьте заглянуть в журнал. На сайте Running Is Dead там очень много атмосферных и мотивирующих историй с очень красивыми фотографиями. Только будьте осторожны, просмотр журнала вызывает непреодолимое желание пойти побегать. Побегать стильно, побегать в Стокгольме. В дизайне применяют только черные и белые цвета. Дизайнеры ССК, очевидно, вдохновились дизайну Running Is Dead, когда запускали дизайн носков для новой коллекции 2021 года. Черные носки в беге – это стиль. Не ведитесь на снопские синтенции. Кепки почти как усеяли, но только Running Is Dead выглядит космически. Чистейшее визуальное исполнение и с оттенками небольшой хулиганщины. Дизайн не ради дизайна, а представление в целости образа. Иными словами, стилек-стилек. Доставку в Россию не осуществляют, увы, только через бандерольку. Кто не знает, что это за сервис, в описании будет ссылка с небольшой скидкой. Satisfye. Бренд основан бывшим скейтбордистам, а это многое объясняет, так как скейтбордисты поженьки стиля – Брисом Патрушем, любителем бега, любителем уникальности, красоты и стиля. Satisfye начал свою историю в 2015 году во Франции, и это небольшой бренд, который успешно конкурирует с большими брендами на поле беговой экипировки. Достаточно посмотреть на Инстаграм Satisfye, и с первого взгляда станет понятна стратегия бренда в целом, так как Satisfye публикует много про культуру, лежащую в основе бега, а не фокусируется на публикации информации о новинках, как это делают в основном другие бренды. Стилистически вкусы Патруша не соответствовали тому, что большинство считает типичным для бегунов. Автор и главный дизайнер бренда столкнулся с трудностями в поисках экипировки, которая, по его мнению, была бы крутой. Забавно, что даже с мятежными корнями бег никогда не воплощал в себе сильную повстанческую субкультуру, как скейтбординг, например, говорит он. И его главная цель — изменить восприятие бегунов остальным обществом. Иными словами, ни разу не проповедник для хора. Бег в представлении дизайнеров Satisfye становится новой культурой. Культурой не только физической, но и фэшн-культурой. Да что тут говорить, даже некоторые локальные российские бренды нет, да подсопрут какую-нибудь идейку Satisfye. Частое обновление коллекции, регулярные дропы с лимитированным количеством вещей, безоговорочный стиль. Самый дорогой бренд из рассматриваемых в данном обзоре, да и, пожалуй, из всех представленных на рынке в мире. Для понимания, цена за шорты может достигать 300 евро, что примерно соответствует 25 тысяч рублей. Курки — 40, 60 тысяч рублей, майки — от 8 тысяч рублей. Пожалуй, первый и единственный бренд, который декламирует, что бегать в хлопковой майке можно. Речь, конечно же, не идет про ультрадлинные забеги, но свои 7-15 километров вполне можно пробежать на стиле. Satisfye — это не только про фэшн-бег, это про атмосферу вокруг бега. Компания записывает альбомы в студии, винилые пластинки можно приобрести в разделе «Аксессуары», выпускает журнал «Позест Мэгазин», почитает интервью с необычными людьми из мира бега, ТЭС «Небеговой обуви в беге» и многое-многое другое. Рассказывает про восстановление с помощью йоги и особых асан. Автор и главный дизайнер Брис Патруш лично в прямом эфире Инстаграм рассказывает обо всех, как технических, так и стилевых особенностях новых дропов своего бренда. Безоговорочный лидер в категории «High Fashion Running Brand» — тот случай, когда хочется купить вот это, это, вот это, да вообще всё хочется купить. Доступен для заказа на Farfetch доставка в Россию 2-3 дня. Также можно заказать напрямую с официального сайта. И замыкает сегодня наш стильный список беговой бренд Unsunction Running. Голландский бренд беговой одежды, слегка повернутый на экологичность и ответственное употребление и любви к планете. На главной странице вы можете лицезреть фразу «It's time for running to give a fuck». Вольный перевод этой фразы может быть такой, как «Настало время побегать и похуй». Как парни пишут сами о себе, Unsunction Running стабильный, этичный, инновационный бренд, основанный на убеждении, что настало время для бега вернуть долг окружающей среде, от которой бегуны в основном получают столько радости. Бренд в явном виде декларирует свою позицию и свой подход к производству. Если ты не можешь сделать продукт экологичным, то не делай его вовсе. Нам бег вреден лично очень нравится данный подход в целом, но он, вне всякого сомнения, очень лукавый, так как то, каким образом добывается вода, электричество, материалы для производства одежды, не может быть экологичным на 100%. Но в целом, этот подход, который показывает уважение и желание быть хоть чуточку более заботливым к природе. Часть коллекции бренда делается из переработанного пластика. Бренд отличает абсолютно бескомпромисс на любое к деталям. Слоган на кулиске, игле с логотипом, бирка в виде маленького биф-номера на четырех булавках. Все это будет радовать не только в момент распаковки, но и при регулярном использовании. Функциональная продуманность беговых шортов рукавов, пожалуй, один из самых замороченных производителей по данной тематике. Судите сами, шорты с карманами для телефона большого размера, с карманами среднего размера для гели и с микрокарманом и витым кольцом для ключей. Беговые рукава с карманами для гелей. Супер удобная фишка, когда бежишь свой марафон в легкой майке и сверхлегких марафонских шортах-парашютах, где место для гелей обычно не предусмотрено. Просто супер-крэзи-вау. Один из самых функциональных брендов с заботой о природе в сердце. Жаль, что коллекции бренда обновляются не так часто, как хотелось бы, но вероятнее всего это связано с крафтовостью и ручным подходом к производству. С официального сайта есть доставка в Россию. Субтитры подогнал «Симон»